Четвертый – это ресурсы. Одна из больших проблем людей – это ресурсы. Видите, когда вы навыки, способности развиваете, только тогда, когда вы точно помните, куда вы двигаетесь, зачем вы это делаете, когда конечный цель ясна, только тогда думайте о ресурсе. Тогда начните искать ресурсы. Ресурсы бывают деньги, ресурсы бывают время, ресурсы и так далее, технологии и так далее. Тогда начнете составить список, какие ресурсы вам нужны, сколько вам нужны деньги, какая команда вам нужна и так далее. Потом составьте, поищите, как это делать. Как обойти? Крупными инвесторами, партнерствами, финансовыми туннелами, или там, не знаю, как вы это будете делать, как найти доступ к ресурсам. Если вы хотите стать успешным, я могу вам сказать, постоянно по пути роста вам будут не хватать определенных ресурсов. Постоянно будут не хватать. Вы знаете, посмотрите жизнь. Илон Маккс. Постоянно все равно выпускает акции, продает облигации, акции и так далее. Посмотрите любую компанию. Даже посмотрите Амазон. Амазон – самая крупная компания в мире. Все равно постоянно не хватает ресурсов для развития. Я знаю, что много людей приходят ко мне, у них нет причин, у них нет конкретного, они не видят конечную цель, у них нет конкретного плана, у них нет разработки, можно сказать. То есть навыки у них не формированы, способности не формированы. Но они приходят и говорят, ну не хватает денег. Если деньги дадите, я сразу сделаю. Слушайте, пожалуйста, если деньги дадите человеку, у которого навыки не развиты, способности не развиты, он ваши деньги полностью обанкротит, он все потеряет. Это похоже, что вы взяли стакан, у которого есть трещина, и туда вливаете воду, и ожидаете, что вода до завтра остается. Бесполезно. В общем, в тренинге я покажу, как я делал, как я нахожу ресурсы, как я ищу ресурсы. Я покажу вам мои формули. Понимаете, я был в долгах, было очень много проблем, у меня денег не было делать бизнес. Ребята, я 6 лет отдал долги. До 2014 года я отдавал долги. Я работал, отдал долги и так далее. И ресурсы не были на самом деле. И мне пришлось разные системы разработать, чтобы найти ресурсы работать, найти ресурсы и построить бизнес. Я так и делал бизнес. Поэтому я покажу, как я создал финансовые туннели, как я создал группу мельких инвесторов, крупных инвесторов и так далее. Это партнерство, как использовал. Я буду делиться в этом тренинге именно как я делал сам. Я, видите, я не пытаюсь вас учить, ребята. Я постараюсь делиться с вами своим опытом. Если она вам поможет, возьмите, практикуйте, используйте. Скажу. Потому что рассказывают о том, как находить ресурсы, как подбирать партнеров, с какими людьми, как вести переговоры, это уже два часа времени. То есть я буду в тренинге делиться о том, как я сам мельких партнеров создал, как мельких инвесторов я нашел, находил и создал, и как я работал, и так далее, и так далее. Вот такое, дорогие мои. Ресурсы найти очень важно. Вам нужны способности находить ресурсы. Я создавал финансовые туннели. Почему понятие финансовый туннель? Понятие туннель – это туннель, если только давая вход-выход, другого нет. То есть отсюда выходят, оттуда выходят. По пути никуда не должны потеряться ресурсы, по пути не должны потеряться деньги. Если они по пути куда-то потеряются, вы ничего не добьетесь. Это очень трудно. Пятый шаг, который помогает вам дать успеха и так далее, это команда. То есть когда вы четко поняли, где вы, какой формулой используете для нахождения ресурсов и так далее, и так далее, и пятый шаг – вам нужна сильная команда. Без команды не начинайте работу. Пожалуйста, повторю. Без команды не начинайте работу. Много раз я начинал делать работу без команды, и всегда это привело к потери денег. Иногда, на самом деле, нам кажется, что давай как-то… Не питайтесь экономикой на команду, понимаете? Там, где нужно пять человек, лучше пусть будет пять человек. Не надо два человека, брат, ну давай, пока мы начинаем, лучше возьмем два человека. Все чушь собачья. Оказалось так, это все, понимаете, это похоже, что вы едете по дороге, и питайтесь по дороге, потом изобрести колесо-машина. Вот представьте, лучше машину создайте нормальную, потом выходите на дорогу, езжайте. А вы представьте, что вы два колеса есть, два колеса нет, а вы говорите, по дороге, по пути сделаем его. Это же просто самоубийство просто. Вот я делал такие глупые ошибки, честно скажу вам, и вижу огромное количество людей, которые эти ошибки допускают. Они не создадут команду, полноценную, нормальную команду, полноценные, нормальные технологии не покупают. Они покупают проблемы, они покупают дешевые, что-то нибудь такое, покупают дешевые, либо какое-то нибудь БУ оборудование, потом какое-то дешевое оборудование, какой-то там технология, которая устаревшая, а потом постоянно тратят деньги и время, чтобы его ремонтировать, привезти в порядок и так далее, и так далее. Я просто удивляюсь. Знаете, я эти ошибки тоже делал, это такие глупые ошибки. Сейчас вспоминаю, думаю, как я мог так доделать. Это похоже, что ты сидишь на самолет, потом думаешь, по пути второй мотор изобретаем. Давай с одной крыло полетим, второе крыло там по пути сделаем на воздухе. Это просто какой-то дуракский подход какой-то. Поэтому, пожалуйста, избавьте себя от такой недофинансирования, недоделанное дело. Лучше сначала научитесь все, нормальную команду создайте, работайте. Пока команда не будет хорошая, даже не надо стартовать. Мой совет к вам такой. Потому что, когда вы начинаете работу делать, потом ошибки очень много, расходов очень много, потери очень много, браки очень много. Вот проблемы вот так хватает. Высшие крыше будут у вас проблемы. Понимаете, это просто будут самоубийства. Потом плохо в чем? Плохо в том, что потом вы не успеете думать о стратегии. Вы постоянно будете бороться, решать повседневные проблемы. Постоянно будете, знаете, вот колесо, типа это, крестный бегах, который постоянно оперативными делами будете заниматься. А серьезный бизнес создавать будет очень тяжело. Серьезный бизнес делать будет очень трудно. Потому что вы думаете, что вначале экономили на то, что нормальную команду взять делать, а в итоге десятикратно больше потеряете. И только, в конце концов, десятикратно больше потеряете. И вот, поверьте, это так. Поэтому лучше создать хорошую команду, потом работаете. Это опять решать. Помните, бизнес начнется из команды, а команда начнется с бухгалтера. Найдите хорошие бухгалтеры и так далее. Двяносто семь и три процент компаний мира и госучреждений, и частные учреждения, у всех есть проблемы с командой. Двяносто семь и три, про это статистика мирового уровня. Люди страдают, то есть организации страдают от человеческих факторов. Человеческий фактор сложная вещь, очень сложная вещь. Надо научиться создать хорошую команду, без этого не обойти. Но надо работать над этим. Вот. Шестой шаг это статистика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok